Также еще один игрок берет два трофея на пушку и на корпус, два трофея на их игрока с двумя одинаковыми комбинациями. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero. И в сегодняшнем ролике мы вместе с вами находимся на карте песок. У нас битва довольно непростая, потому что я нахожусь в игре с игроками, которые в своем случае уже набили те самые трофеи, даже играют с друг дружкой в группе. Вы представляете себе, ребята, которые дружку знают, играют как раз таки в группе на трофеях, что в этих матчах будет происходить. Сегодня как раз таки и попробуем выяснить, потому что мы уже 5-0 доминируем в этом поединке джаггернаутов, просто на раз-два крушим. Вы, в свою очередь, обязательно видеоролик поддерживайте активность в виде пальчика вверх, конечно, комментируйте, пишите, возможно, кого вы лично встречали в таких матчах, на каких трофейных вооружениях. Ну и в целом пишите, возможно, какие еще трофеи для вас не особо знакомы в плане параметров, потому что я надеюсь, что в ближайшее время что-нибудь мы для вас обязательно еще запишем. Вижу, что у нас играет как раз таки игрок с никнеймом Арава на джаггернауте, точнее на джаггернауте, а на скорпиончике, точнее страйкере с крусейдером и с трофеем, что на корпус, что на пушку. Также еще один игрок берет два трофея на пушку и на корпус, два трофея этих игрока с двумя одинаковыми комбинациями. У нас, кстати, с подробной информацией по поводу данных устройств был видеоролик на канале, там где мы как раз таки с нашим зрителем уже даже немножечко общались, брали интервью с Давидом, поэтому обязательно можете посмотреть. Но если вкратце, то трофейный у нас корпус, получается, имеет эмунитет от четырех статус эффектов, полный эмунитет от пробития, от того же отключения припасов, от подавления и от оглушения. И частично защита 50% как раз таки от горения и заморозочки. Ну а по пушке, честно, все параметры не помню, но очень схожа она как раз таки страйкер с дистанционочкой. С дистанционочкой, но с хорошими такими параметрами, частично, может быть, совместно с вакуумкой, да, параметры там как раз таки объединены. Ну что же, у нас бой, друзья, со счетом уже 8-0, но мне кажется, Джаггернаутов двумя страйкерами сейчас наши ребята просто закидает, но и на этом, может быть, поединок наш даже закончится, потому что, ну реально, с такими игроками просто играть, но одно удовольствие, но противник, друзья. Вы представляете, если вы попали в бой, в котором играют против вас такие ребята, это какое-то безумие. Если таких ребят еще будет трое, не двое, хотя тут, наверное, ребята в трое играют, но, скорее всего, один из них еще набивает, или одна из них трофея, в дальнейшем вообще будут такие группы все чаще и чаще встречаться. И, конечно, с подобным результатом мы будем с вами сталкиваться, когда реально игрок напротив погиб 9 раз, один только раз уничтожил. Еще одного игрока я вижу, который один раз уничтожил противника и аж 8 раз погиб, но это, конечно, безумие, потому что против нас только один игрок получил 2 звезды. Я в своем случае, поскольку меня перегнали, пока включал запись, пока врывался, уже, конечно, тоже у меня по очкам достаточно знатно наши ребята опередили. Напишите в комментах, как я ранее говорил, насколько вы часто в последнее время встречаете подобных игроков, обладающими трофеями. Возможно, не так пока, но, опять же, порой игроки все же встречаются в том же Джиггернауте, иногда, может быть, и в других режимах на разных вооружениях. Все больше и больше замечаю, как игроки потихонечку достигают подобный результат, когда уже начинают иметь возможность вот самые Феникс использовать в матчах. Ну и, конечно, напишите в комментариях, возможно, как я ранее говорил, тоже, какое устройство вам еще до конца неизвестно, на что способно наши как раз-таки списки трофеев, потому что еще часть из них неизведана, многие игроки еще продолжают набивать и, возможно, еще потребуется немало времени, дабы узнать ту самую важную информацию, потому что на Википедии, к сожалению, пока что ее не раздобыть. Обязательный ролик поддерживать активность, вот такой коротенький фрагмент. В матчах, конечно, с этими игроками играть просто какое-то безумие, да, потому что матч реально заканчивается досрочным образом. Буквально 10 Джиггернаутов мы уничтожили, не знаю, может быть, минут за 5-6 максимум. И то, может быть, если с самого начала ребята взяли бы трофеи, потому что инженчальный игрок не играл на трофейном устройстве, то и того бы быстрее. В дальнейшем боюсь, что балансы это, конечно, та самая вещь, которая будет продолжать в нашей игре очень часто страдать, да, то есть балансироваться разработчиками наверняка данные устройства будут, потому что пока это где-то далеко-далеко в будущем, но чувствую, что будущее настало, потому что игроки очень шустро набивают данные вооружения. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию, ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании, ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Заодно, если вы были первыми на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики, но с вами был Immortal Hero, желаю всем хорошего дня, ну и до скорой встречи!